МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Настал, наконец-таки, сезон цветения пионов. И мы приехали к одному из самых известных пионоводов, куратору выставки пионов в ботаническом саду Бенран, к коллекционеру, к ландшафтному дизайнеру Наталье Завидей. Здравствуй, Наташа! Привет! Слушай, ну, конечно, у тебя здесь просто королевство пионов, более 300 сортов. Я не знаю, кто вообще может этим похвастаться. Не то чтобы в Ленобласти, а и вообще ты настоящий, такой огромный, большой коллекционер. Один из, да, скажем так. Один из, да. Но мы тут прогулялись уже по твоему участку. И, конечно, просто вот утопаем в этих огромных головах. Пионов у тебя столько видов, что, ну, я не знаю. Поэтому хочу вначале разобраться с ботаникой, с систематикой. Потому что, ну, когда мы говорим о пионах, мы забываем о том, что их существует огромное количество видов, гибридов. И чтобы разобраться, у них, наверное, надо расставить все точки над «и». Вот, может быть, начнем вот прямо вот с огромного этого куста. Это что у нас вообще такое? Это гибрид. Это пион травянистый гибрид. Сорт называется квицин. Это шведская селекция, достаточно известный сорт. В этом году, конечно, он показал себя во всей красе. Прекрасные бомбы. Рост, как ты видишь, да, очень такой, наверное, метр двадцать где-то. Хорошие здоровые листья. Это одна из форм пионы. Значит, если очень просто, то пионы делятся так. У нас есть пионы древовидные, пионы видовые, пионы группа локтефлера и пионы гибридные. Запутала? Нет еще. Не успела. Значит, пионы... Пока просто, пока четыре. Да, вот это вот такие большие группы. Пионы древовидные, это пионы-выходцы из Китая. Это большие кустарники, которые, к сожалению, в нашей Ленинградской области чувствуют себя не очень хорошо. То есть, я хочу сказать, что если мы не будем устраивать пляски вокруг этих пионов, то для них самое главное, чтобы перезимовали цветочные почки, которые закладываются осенью. Для этого нам нужно сделать воздушно-сухое укрытие. Если мы это не сделаем, то, скорее всего, эти цветочные почки погибнут. В этом году они прекрасно все перезимовали, потому что, как ты помнишь, зима была... Очень мягкая английская. Но это, в общем-то, на это надеяться, наверное, нам на все последующие года не стоит. Поэтому мы его должны укрывать так, как розы. Но тогда, если мы все сделаем правильно, и древовидные пионы будут прекрасно себя вести, они будут шикарно цвести. Очень такое яркое цветение древовидных пионов мы можем увидеть в нашем ботаническом саду. Там большая коллекция. И я приглашаю всех туда прийти. Это где-то начало июня, период белых ночей, цветение сиреней, цветение древовидных пионов в Санкт-Петербурге. Но мы будем надеяться, что выставка действительно в ботаническом саду заработает. Все мы ее очень ждем. Только там можно увидеть одновременно цветение разных пионов. В одно время они же их как-то готовят. Одни какие-то там замораживают, другие там что-то как-то стимулируют. Ну да, у нас есть свои секреты. Конечно, в этом году год особенный. Но мы очень надеемся, что мы в ботаническом саду сможем в июле, в начале июля, показать небольшую экспозицию поздних пионов. Будем ждать, что все у нас получится и в этом году. Ну вот смотри, раз мы начали с конца, можно сказать, с древовидных, то, что меньше всего доступно садоводам Ленобласти. Вообще у них какая зона морозостойкости? Пять. Пятая? Пятая, да. То есть мы все-таки погранично находимся. Вот сейчас мы находимся... Пять-шесть, скажем так. Ну и все равно вот этот вот юг Ленобласти, это все-таки, наверное, все-таки больше пятая зона, да, морозостойкости? Все очень по-разному. У меня вот участок юг Ленобласти, но у меня древовидные пионы без укрытия не стали себя хорошо показывать. Поэтому у меня есть один куст, он не очень в хорошем состоянии, но практически мне показать нечего. Ну, в общем, несмотря на твою любовь к пионам, от древовидных ты все-таки решила отказаться. От древовидных я ушла, да. Ну, в силу вот сложной агротехники, скажем так. В общем, оставим древовидные, наверное, для шестой зоны, если вы живете в шестой зоне морозостойкости, тогда вот эти вот огромные, шикарные, роскошные кусты древовидных пионов, это к вам. А мы вернемся к тому, что попроще. Да. Что для нас-то осталось, для Ленобласти? Слушай, для нас есть очень большое количество, но, наверное, самое любимое в семье, то, что мы говорим, знаешь, когда говорим пион-пион, это мы имеем в виду сорта пиона молочно-цветкового или локтифлера. Они цветут чуть позже, чем гибриды. Вот у меня начинают цвести только самые ранние еще, их великое множество. Они самые такие вот, очень много бывает махровых, душистых, больших, вот то, что мы называем пионы, да. Это сорта пиона молочно-цветкового. То есть, слышим слово локтифлера, молочно-цветковый, значит, это мы точно можем сажать. Абсолютно. Да, и у них зона морозостойкости, наверное, даже до третьей, да, будет? Да, да, они везде, во всех районах нашей большой и достаточно сложной иногда бывает Ленобласти, они всегда себя хорошо показывают. Я потом скажу, что пионы боятся, но, в общем-то... Но тут мы можем забыть про зимние укрытия, шалашики, прикапывания, вот это вот. Да, абсолютно, абсолютно. Мало того, пионы группы локтифлера очень долговечны. Вот то, что мы говорим, бабушкин пион, да, посадила бабушка, любуется внучка, это как раз вот об этих пионах. Они действительно при нормальной агротехнике, если вы их хорошо посадили, то это 50 лет они могут у себя. Это будет огромный куст, там будет насчитывать, там, не знаю, несколько сотен цветков. Это действительно есть такие пионы, я их видела, да. Отлично. А вот по периоду цветения, он у них как-то различается? Конечно. Или они все в одно время цветут? Нет, нет, нет. Группа локтифлера цветет достаточно долго, она цветет где-то, наверное, месяц. Но это не то, что один куст цветет месяц, это если мы берем нашу коллекцию сорта с разными периодами цветения. Есть ранние, есть средне-ранние, я имею в виду про локтифлеру, да. Да, средние, средне-поздние, и, наконец-то, поздние пионы, которые будут свести в начале июля. То есть срок можно растянуть именно правильным подбором сортов. Отлично, да. Что еще осталось у нас? Про какие пионы мы не сказали? Поговорили про локтифлеру, поговорили про древовидный. Да. Вот эти вот, как тонколистные... Это видовые пионы. Это видовые. Это видовые, те, которые мы можем найти в природе. Они в диком виде у нас растут, но, естественно, коллекционеры их очень любят, их тоже сажают в наших садах. Это и прекрасный пион тонколистный, это пион лекарственный, маринкорень, пион эмоди. Но их достаточно большое количество видов, и можно их тоже выращивать. Они достаточно долговечные, очень декоративные. Может быть, мы не увидим вот этих вот огромных махровых. Как правило, это такие небольшие цветки простой формы. Но надо сказать, что они в саду зацветают самые первые. Это самые первые пионы, которые у нас цветут. То есть вот первоцветные, например. Первоцветочки прямо с крокусами, ну не с крокусами, но с нарциссами, да. То есть это даже апрель, возможно, да? Ну вот у меня они где-то, наверное, нет, все-таки апрель нет. Наверное, это где-то май, начало мая. Ну, на майские праздники где-то. Но они же очень быстро отцветают, мне кажется. Быстро, быстро. Ну вот можно посмотреть на их кусты, они очень хорошо даже после цветения смотрятся. Это даже, я бы сказала, для ландшафта большая находка эти пионы. Ну, говорят вот про них, что они не внесены в культуру, и поэтому они не очень хорошо выживают на дачных участках, что-то им не нравится. То ли по грунту, то ли, не знаю, есть ли у пионов микориза. Ну, как у любого растения, конечно. Я хочу сказать, что, знаешь, наверное, они достаточно редки, потому что это действительно природные виды, и, в общем-то, они не нашли такого большого распространения, даже в том числе и в питомниках, их еще мало разводят. Но у любителей, коллекционеров... Но они просто только входят в моду, да? Да, да, и они есть, конечно. И, может быть, еще тут такой момент, что, в общем-то, мы любим вот, чтобы вот, ах! А тут вот 5 сантиметров, простенькая ромашка. Нет, ну, сейчас же в моде вот эти вот новые волновые цветники, куда высаживаются злаки, полевые цветы. И вот, мне кажется, для них вот такие пионы, они просто находка. Я думаю, надо продвигать. Мало того, многие видовые пионы выдерживают так достаточно такую полутень, что тоже важно, потому что, вот, конечно, сортовые пионы, в общем-то, им нужна такая хорошая земля, им нужны, ну, достаточное количество солнца, а видовые могут даже и в такой достаточно сильной тени расти. Ну, вот, зато самый большой, наверное, пласт пионов, который сейчас появляется в виде на рынке, это вот гибриды. Ну, конечно. Их огромное количество. Конечно, конечно. Что такое гибриды, да, спроси. Гибриды – это когда мы берем видовые пионы и скрещиваем между собой. То есть там уже не только молочно-цветковые в генотипе, но и другие формы видовых пионов. Тогда получаются гибриды. Почему это произошло, да, потому что мы… Получилось так, что когда мы стали выращивать, когда появились гибриды, цветение увеличилось где-то на 2-3 недели в раннюю сторону. То есть мы растянули период цветения. Мы получили ярко-красный цвет, который нет у пионов в молочно-цветковой группе, потому что там в основном малиновые оттенки, которые иногда переходят даже какие-то такие более фиолетовые в момент цветения. Но вот ярко-красные, те, которые нас очень все любят, да, вот эти пионы, мы сейчас их посмотрим, это все пионы гибридные. Они, конечно, действительно очень хороши, вот как вы можете посмотреть даже на этот куст. Недостатки есть. Недостатки есть, они более подвержены болезням, особенно в нашей Ленинградской области. С нашей замечательной погодой, когда у нас то заморозки, то оттепили, достаточно много дождей. Поэтому вот такая болезнь, как бодритес, в общем-то, присутствует больше, чем у молочно-цветковых. Ну, а помимо болезни, у них же еще есть какие-то свои особенности. Вот если мы, обычная локтифлера, как ты говоришь, может сидеть 50 лет, ее не нужно трогать, то с гибридами какая-то немножко другая ситуация. Ну, они, да, их, в общем-то, поскольку они более болезненные, поэтому за ними нужен более тщательный уход. Потом вы же видите, какая масса, да, у них. То есть они рано вступают в период полного расцвета, скажем так, но где-то через 10 лет, скорее всего, через 10-12. В общем-то, наверное, их уже нужно пересаживать, делить, вычищать, если они заболели. То есть 10-12 лет это не начиная от пика цветения, а если мы покупаем, ну, обычно мы покупаем какой-то небольшой саженец. Никто же не покупает огромный куст пионов. Знаешь, так, я тебе хочу сказать так, нужно смотреть на каждый отдельный пион. Если пиону все хорошо, мы это увидим, то не нужно его трогать, просто нужно за ним ухаживать, нужно поливать, нужно подкармливать и все. И он сам себе расскажет, когда его нужно делить и что-то с ним делать. Он это покажет. Как? Листьями, цветением он покажет себя, он будет плохо цвести. Табличку, меня пора делить. Меня пора делить, да. Я покажу, как это может выглядеть. Наташа, у меня есть такой к тебе вопросик. Когда мы покупаем пионы, они бывают с закрытой корневой системой и с открытой. Естественно, с открытой они дешевле. Их, как правило, заказывают по каталогу и приходит такой корешок. Ну, и у меня такой вопрос. Насколько мы выигрываем, когда покупаем именно такой вариант? Ну, смотри, если мы покупаем в хорошем питомнике, в закрытой корневой системе, в горшке, иногда можно увидеть цветение. Да, то есть мы тогда уже четко понимаем, что мы купили тот сорт, который мы хотели купить. Ну, мы тут избежим пересортов. Да, да, но это не всегда. На самом деле в горшках пионы достаточно плохо цветут. И, в общем, не факт, что нам повезет. Это будет цветение того еще года, когда он рос в саду. То есть силы там были накоплены. Конечно, лучше всего покупать пионы, ну, мне так больше нравится, покупать пионы осенью все-таки корешками. Потому что там можно купить хорошую стандартную зеленку, хорошо ее посадить в правильное время, и она уже будет на следующий год хорошо развиваться. Если говорить о горшках, то там очень страшно, когда маленький горшок и корни начинают по кругу ходить. То есть это для пионов хоть очень плохо. Ну, вот контейнеры небольшие, как правило. Очень плохо, контейнеры небольшие. То есть в горшках пионы мы не можем долго держать, потому что именно из-за того, что корни начинают перекручиваться. Ну, скажи, а если мы вот купили его в горшке, ну, мы купили его, естественно, летом, в цветущем виде, вот сейчас. Поехали в садовый центр, питомник, купили его в горшке. Стоит ли его сразу же сажать на место? Или, опять же-таки, нужно ждать осени, пока заложатся эти цветочные почечки? Я бы рекомендовала его прикопать прямо в горшке где-нибудь в паутени, там под каким-нибудь деревом, чтобы была такая легкая полутень. Стараться не забывать все-таки поливать, особенно как вот это лето у нас. И осенью посадить уже, если получится, и вы вынете когда его из горшка, и увидите, что там корни вот, в общем-то, себя хорошо чувствуют, то это хорошо, вы посадите с маленькими вот этими корешками, которые наросли за этот сезон в горшке, но если корни уже пошли перекручиваться, то, конечно, нужно их разбирать и чистить. И тогда мы, по сути, теряем этот год, который он рос в горшке, вот в чем дело. Ну, в общем, летом пионы трогать не следует ни при каких обстоятельствах. Я бы знаю, что сказала. Я вот иногда на таких стихийных рынках вижу, как бабушки продают уже цветущие пионы с голым корнем. Но вот это никогда, это смерть, конечно. То есть это нельзя делать. И надо сказать, что лучшее время для Ленинградской области посадки пионов, это где-то с 15 августа по 15 сентября. Это лучшее время для посадки. Не, ну, а если очень хочется сейчас, вот это вот возможно сделать, ну, такая ситуация, люди съезжают, например, им надо одно растение перенести в другое место. Возможно это сделать как-то без ущерба для растения, для цветения на будущий год. Давай так, смотри, большие кусты категорически целыми пересаживать нельзя. Их нужно обязательно делить. Почему? Потому что тогда, если мы пересаживаем большой куст, у него же достаточно такие объемные корневища, да, и он будет просто жить за счет вот этих корневищ, он будет плохо очень наращивать новые корни. И, соответственно, срок жизни куста такого, ну, будет не очень большой. Если мы говорим о каких-то там двух-трехлетних кустах, их можно пересаживать. Естественно, желательно сделать это в правильное время или ранней весной, да, когда еще не пошли в рост вот эти маленькие корни, или вот то, что я сказала, с середины августа до середины сентября. Да, но все бывает, все бывает. Мы, в общем-то, тоже жертва каких-то обстоятельств. Нужно постараться выкопать с максимально большим комом и сразу же посмотреть и поливать. И нужно сказать, что пион будет болеть на следующий год. Ни в коем случае не давать ему цвести на следующий год после пересадки такой жесткой. То есть все-таки цветение ослабляет? Ну да, естественно. То есть тогда после пересадки цветение будет не очень хорошее. А давай мы вообще будем размыты, не фокус, а ты фокусируйся на пионе. А мы будем вот так вот руками делать. А ты сможешь, если что, переключиться там с одного цветка на другой или нет? Ты очень просто долго фокусируешься. Субтитры сделал DimaTorzok